Всем привет! Давно не слышались? Сегодня хочется рассказать о легенде из 90-х. Машина новых русских бандитов и бизнесменов после развала Советского Союза. И она даже была машиной бывшего президента Российской Федерации. Ну вы поняли о ком я. Я сделал черт, что мог. Огромный, стильный седан по тем временам дарил комфорт его хозяину и страх окружающим. Хотя кабан и был симпатичный, но встреча с его хозяином не всегда доставляла удовольствие обычному человеку. В общем за машину лайк, а вот за хозяев тех времен грозный комментарий под видео. Но это было давно, а что же сейчас? Стоит ли покупать данный автомобиль? Какие его плюсы и откровенные минусы? Давайте разберемся. Ну а если вам интересна автомобильная тематика, вам интересны плюсы и минусы автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении, тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте этому видео лайк, ну и комментарий написать не забудьте. Но хейтерам... Итак, давайте сразу приступим к плюсам и минусам этого автомобиля. Плюс номер 5. Расход топлива. Вы будете в шоке, но таких отзывов в интернете реально много. Конечно, речь не о 600-х с движками V12, и даже не о стоящих на ступень ниже модификациях с V8, а о мерседесах с бензиновыми рядными шестерками объемом 3,2 литра. Ну и конечно с трехлитровыми дизелями, которые не слишком популярны, но в эксплуатации свои плюсы имеют. Первый на 100 километров потребляет порядка 18 литров 95-го, в городе и 10 литров на трассе, а дизели около 8 литров соляркой на трассе. Но есть умельцы, которые якобы делают и 6 литров, ну мы поверим им нас, и до 13 в городе. Совсем неплохо для древней двухтонной заднеприводной машины на автомате. Но вот у тех, кто ездит не бензиновым V8, даже младших 4,2 литровых моторов, отзывы уже совсем другие. Говорят, что расход на таких моторах, как у трех лад. И что касается мотора 3,2, на моей ML в 163 кузове, на которой я езжу каждый день, и рассказывал о ней вживую на этом канале, расход действительно до 18 литров на 100 километров в городе, и около 10 на трассе. И это действительно немного, особенно для равных джипов из 90-х. Но может показаться перебором для седана. И все-таки 140-й это реально большая машина, и такой расход действительно для нее небольшой. Хотя, опять же, гоняться за мотором 3,2 не стоит, потому что, как вы понимаете, и разгон до 100 будет не такой приятный, как на моторах V8 или V12. Плюс номер 4 сделано на века. Качество покраски и сборки кузова, а также исполнение интерьера поражают до сих пор. В этом аспекте особенно чувствуется, что это почти в прямом смысле вечный автомобиль. И хотя бы в силу этого он претендует на статус музейной редкости среди новых автомобилей. Даже среди очень дорогих подобных экземпляров встречается все реже и реже. Да, время и тут пробует Мерседес на зуб. Например, в слабых местах, вроде стеклоподъемников, сдающихся подтяжестью двойных стекол. Но чаще зубы все-таки обламывают. Машин выпущенных около четверти века назад и имеющих близкие к идеалу кузов и салон, за исключением может быть пара мелочей, есть довольно много. Действительно, даже самые убитые экземпляры со стороны смотрятся как живые. И если не подходить близко, может показаться, что за ними действительно ухаживали. Но вот подойдя поближе или сев за руль убитого Мерса, все сразу становится понятно. Хотя опять же, не каждому. Плюс номер три. Надежная. Однако, в целом, к 240-му можно отнести то утверждение, которое справедливо для Land Cruiser 100. Почти все проблемы этого автомобиля являются привнесенными извне. При бережной эксплуатации машина является собой кристальной чистоты пример настоящего олдскульного люкса. С течением времени с машиной не происходит ровным счетом ничего. Это реально скала, которая река времени просто обтекает. Но вы должны понимать, если вы купили V140 с пробегом, имейте про запасы 100, 200, а то и 300 тысяч рублей стартовых вложений. Так, на всякий случай и стабильный хороший доход. Еще не стоит забывать, что в последнее время запчасти подорожали очень сильно, особенно на Mercedes и прочие премиальные марки. Плюс номер два. Комфортная. Все те составляющие, которые могут сделать автомобиль эталоном комфорта, в S-классе присутствуют в огромном количестве. Отличная плавная подвеска, мощные силовые агрегаты, многослойная шумоизоляция, до мелочей проработанный огромный салон. Можно сказать, диван на колесах, купленный не в Ikea, а в дорогом мебельном магазине. Плюс номер один. Стильный. Пожалуй, главным достоинством этого автомобиля может считать то, что в нем есть абсолютно все, что нужно, и при этом совершенно нет лишнего. В этом есть особая философия. Его стиль. Он идеально подходит и для дальних междугородних поездок, и для неспешного движения в городском трафике. Хотя и пробки никто не отменял. Ощущение роскоши, детальной продуманности, точности каждой линии. Буквально опция по умолчанию. И ведь 140-й поднял престиж самого S-класса, от уровня полноразмерного седана до лимузина. А своим уходом в 1999 году уступил эту роль автомобилям Maybach. В то время, как S-класс в следующем поколении стал при всех своих плюсах не столь величественен. Ну и как не обойтись без минусов этого престижного немца? Давайте посмотрим. Минус номер пять. Антифриз. Ничто не вечно. Даже Mercedes-Benz S-класс. И большинство описанных далее минусов возникает именно в связи с возрастом конкретного автомобиля. А никак не модели в целом. На глобальном уровне это вершина инженерии. И таковой останется навсегда. Однако возраст берет свое. У пожилых 140-х начинают подтекать радиаторы отопления. А также течь его трубки и сдвоенные клапаны. Той же проблемой страдает испаритель кондиционера. Эти проблемы не из числа маленьких. Затраты на ремонт невелики. Но для его выполнения приходится полностью раскидывать панель приборов. Минус номер четыре. Электроника. Электроники в этом автомобиле много. И со временем это обстоятельство превращается в большое количество проблем. Прямо как на BMW X5. Выходят из строя блоки электронных помощников и сервоприводов. Разрушается изоляция проводов. Забоят датчики. Шалящие ABS и ESP могут вырубить всю кондшину. Что по сути выведет из строя автомобиль целиком. Это если не касаться блоков управления двигателем. Минус номер три. Дорогое в обслуживании. И уж если 140 ломается, то по крупному. Этим абзацем мы резюмируем крупные затраты на ремонт. Если расходники на пожилой С-класс не так уж дороги. То некоторые крупные запчасти могут по цене тянуть на 50, 100 и даже 200 тысяч рублей. Ну а следующим подражанием цены запчасти. Новый оригинал самых дорогих услов и агрегатов в машине. Может стоить как убитый С-класс. Но тут как говорится разборки вам в помощь. Еще к минусу можно отнести. То что многие позиции находятся в вечном дефиците. А сам ремонт требует высокой квалификации. В прямом смысле дорого могут обойтись системы управления мотором В-12. Тех самых 600. Их восстановление это целая эпопея. Или ремонт гидропневматической подвески. После наступления скажем запущенных последствий залета в яму. Деньги потраченные на ремонт. Вы вполне могли бы потратить. Опять же повторимся на покупку целого автомобиля. Минус номер два. Нужно искать правильный сервис. Как вы уже могли убедиться. При всей своей монументальности. Мерседес Бенз С-класса В-140. Требует весьма скрупулезного. И что особенно важно. Своевременного обслуживания. А вот с этим часто возникают проблемы. Далеко не всегда у владельцев этих машин получается найти сервис. Где на них не хотели бы всего лишь нажиться. Как на обладателя дорогой или вернее прибыльный для ремонтников тачки. Хороших специалистов по этим автомобилям в принципе осталось не так уж и много. Так что лучше изучить этот вопрос до покупки собственного автомобиля. Минус номер один. Наездники. Ничего не поделать. Придется вернуться к мысли о привнесенных проблемах предыдущим хозяинам. Потому что довольно часто приходится читать. Что вообще один единственный недостаток этого автомобиля. Это наездники колхозники. Не способные нормально обслуживать автомобиль. Если вам достается бывший в плохих руках автомобиль. Для вас это может быть реальным поводом его возненавидеть. Хотя ведь совершенно понятно. Что автомобиль тут ни при чем. Ну и так подытожим. В-140 отличный автомобиль. Но к сожалению таких уже не делают. И многие владельцы в один голос утверждают. Что более поздние эски прежних ощущений уже не дарят. И даже если отфильтровать из этих возрастов преданность истинных фанатов 140. Нужно признать доля правды и весьма существенно в этом утверждении присутствует. Так что можно сказать что эта машина наркотик. Ни в коем случае не покупайте. Ну а вам всем спасибо что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Я и дальше постараюсь рассказывать о автомобилях по мере своих скромных возможностей. Ну а вы покупайте только правильные автомобили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...